Успокойся, ты на хозяйстве сиди тут. Хороший. Главное не уронить его сейчас как первого, келуха точно. Друзья, всем привет, меня зовут Алексей, вы на канале Календарь Рыболова. В прошлом видео я был в своей землянке и неудачно отрыбачил, не удалось поймать рыбки даже котам. И по возвращению я решил зайти уже здесь по местному недалеко от дома на водоем и попытаться здесь добыть рыбки для своих питомцев. Вполне удачно отрыбачил, наловил некрупной рыбки и попалось пару очень даже приличных карасей. И сегодня решил снова сходить на рыбалку в это место, потому что коты очень быстро расправились со свежей рыбкой. Но в тот раз по возвращению домой меня ждал неприятный сюрприз. Подходя уже к дому, я увидел клубы дыма и какое-то неприятное такое предчувствие возникло. Подойдя ближе я увидел уже пожарную машину возле двора и горела трава. Вот это место полностью было объято пламенем, огнем с огромной силой шел такой жар, был сильный ветер и огонь очень быстро распространялся. Пожарники тушили основной очаг пламени, не знаю успели они уже вот здесь, где у меня гараж примыкает прямо к лугу. И здесь тоже было много сухой травы, загорелся забор и мне уже пришлось самому быстро хватать ведра и заливать. Потому что в гараже и канистры с бензином, и другой горючий подмазочный материал, и машина. Задержись я чуть дольше, непонятно чем бы это закончилось. Ну так все обошлось, заборчики я притушил. Основную работу конечно сделали профессионалы. В общем вот так вот обошлось. Ну а сегодня попробую поймать. Мне так-то больше надо мелкой рыбки для котов. Но если бонусом будет карасик, я не огорчусь. В общем посмотрим, что у меня получится. Взял я и спиннинг, и поплавочку для мелкой рыбки. И фидерную палку буду ловить. Пробовать на все. Посмотрим на что будет клевать. Вот я и на месте. Вот такая погодка хорошая, солнечная. Ветер не сильный. Хотя обещали, очень даже приличные ветерцы на сегодня. Ну вроде как дует в спину, попутный. Будет удобно забрасывать. Но давайте стоит. а на фидер пока тишина ух ты какой лебедь полетел а только что была поклевка на спиннинг такая мощная я наверное переусердствовался с подсечкой и спиннинг приказал долго жить две половинки хорошая рыбка наверно была плетенка оборвалась жаль вторая поклевка на спинг первая мимо а это вот так вот самое обидно что нет запасного спиннинга с собой можно было бы еще побросать сейчас перезаброшу филерное удилище и попробую на поплавочку хотя бы верховодки мелкой наловить котам потому что пока ни одной рыбешки у меня нет выплюнуло жаль не успел я подсечь и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Сорвалась Мелкая рыбка замечательно клюет Но для уклейки здесь великоватый крючочек А я к сожалению забыл Крючки есть, но мелких нет Фидер совсем молчит Я решил сделать Такую рокировку Эту удочку На поплавок заброшу со дна И прикормлю туда Прикормкой, которую использовал для фидера В надежде, что будет Более крупная рыбка, может плотва Или красноперка А из фидерной Палки Сделаю спиннинг Поставлю поводок И попробую еще половить хищника Только что вытащил случайно спиннингом Новым переделанным Свою оборванную плетенку Интересно, есть ли там рыба Хоже, что нет Ну вот хотя бы приманку спас Конечно, большой кусок плетенки ушел Придется наматывать новую Рыбы не было Но поклевка однозначно была И что так Я переборщил с подсечкой Что спиннинг не выдержал Поклевка Кого-то тянул Хороший Хороший Поставку Кого-тоه Кого-то Попался. На чем-то подобном я, наверное, и поломал спиннинг с непривычки. Обычно так происходит весной, когда за зиму спиннингисты немного теряют квалификацию без практики. Вот такая вот рыбешка попалась. Но уже не стыдно домой возвращаться. На щуке есть вот такие вот раны. Скорее всего, она больная. Я думал ее выпустить обратно, но потом подумал, а вдруг это какая-то заразная болячка. Она будет заражать остальных щук или других рыб. Решил все-таки собрать ее домой. И буду ее варить. И котам скормлю. Думаю, что в вареном виде ничего им не будет угрожать. Как считаете? О, конкурент. Довольный конкурент едет. Ты как меня нашел? Так как, объехал весь всю речку. Думал, где-то что-то может быть, конце до конца. Да. А что ты запыхался? У тебя же электромотор. Надо же помогать. Хоть пыхтеть за речку. Хоть попыхтеть за него. Ясно. Так, все. Что ловить будешь сегодня? Караси. Караси сегодня не ловится. Сейчас ловим. Приехал специалист по карасу. По карасю. Ты на щуку не наступи, специалист. Давай, паркуйся и показывай мастер-класс. Что за слоняра? Это слоняра идет. Ты что, на слона? Давай подхват, подхват, Леша. Вы такого не вытери. Да ладно, не выдумывай. Прямо. Слоняра. Ну, не очень-то и слоняра, но... Кабанчик, будь здоров. Что-то у тебя подхват. Давай, давай. Подождите. Ну, все. Опа. Ну. Сбежал. Ну, тебя... О, собрался. Все. Надо же собирать подхват вовремя. А не когда... Рыба уже сбежала. И ветерочек болею. Потом... Буду я, наверное, потихоньку собираться. Хотя только клюв начался. Но мне надо уже... Животных покормить. И так еще есть кое-какие дела. Так, Алексей Тианин. Куда ты бегать будешь заходи? Давай. Куда? Слоняра. Слоняра. Леша говорит, что слоняра. Ну, не знаю я. Слоняра. Давай-давай-давай. Я. Не спеши, пусть сейчас лопет воздух. Я даю и сам. Опа. Друзья, тебе. Это, друзья. Алексей вывалил. Смотрите, черта. Не хотел оставаться. Уже чуть не собрался домой. Юра говорит, посиди, сейчас клюнет. Пока он там уклейку ловил. Клюнул. Тут такое вот чудо. Главное, не уронить его сейчас как первого. Да. Келуха точно. Баба-баба. Вот мой 45-й. Вот еще и дождик начался. Решили собираться. Юра тоже уже собирает снасти. Наловил целый мешок уклейки. Карась больше не клюнул. Видимо, из-за того, что погодка такая. Постоянно крутит то солнце, то дождик, то ветер, то ураган. Эй. Куча. Заходите, заходите. Карлос, успокойся. Успокойся. Все, ты на хозяйстве. Сиди тут. Ну что, питомцев я покормил. Карлос уже такой живчик. Явно ему получше. Бегает, носится, везде гавкает. Я его сюда не выпускаю, потому что заборов нет с соседями. И он моментально откроет охоту на соседскую живность. А вот Найк что-то не очень себя хорошо чувствует, плохо ест. Какое-то время уже прошло после того, как я ему давал таблетки. Когда он принимал их, нормально все было, и аппетит, и вес набирал. А сейчас снова ему похуже. В общем, я уже съездил за антибиотиками к ветеринару. Купил таблетки еще. Вот уже дал ему. Ну, надеюсь, все в порядке будет. Он так на таблетках получше ему, короче говоря. Вот такие вот елочки во дворе у меня вымахали. Сажали их уже лет пять, наверное, назад совсем маленькими. А сейчас уже выросли. Можно наряжать под Новый год. Сажали их пять штук. Принялось только две. Поэтому, когда я возле землянки высаживал елочку, поэтому и интересовался. Может быть, какие-то нюансы, чтобы наверняка прижилась. Надеюсь, и там вымахает такая же красавица. Ну, и сейчас еще покажу вам прудик, который нужно будет восстановить. Он сильно зарос. Там были нюансы с водой. Мало воды в нем. Я даже все это время воду качал насосом. За прудом там есть каналчик, который соединяется с речкой. И из него я подкачивал воду, если было такое засушливое лето. Вот, и воды не хватало. Да, я хочу поблагодарить всех зрителей, которые отписались в комментариях по поводу создания нового канала «Усадьба рыболова». В общем-то, некоторые писали, что не стоит делать новый канал, а закидывать все видео на этот, на календарь рыболова. Но очень много, большинство, явно большинство людей, высказались за то, чтобы сделать новый канал, чтобы не смешивать видео. Все-таки рыбалка, землянка – это одна категория людей. Может быть, кому-то нравится и то, и другое. И приусадебное хозяйство, и там какой-то ремонт дома, восстановление пруда, восстановление теплицы. Теплица вот так вот выглядит после очередной бомбежки. Вот такие вот повырывало прямо трубы. Вот видно, как от минометного снаряда все вот эти осколки попробивали. Такие толстенные, толстостенные трубы. Я еще не решил, что с ней буду делать. Скорее всего, она пойдет на столбы для забора. Потому что забор тоже здесь его разнесло. В пруд тоже одна мина попала. Теперь там, наверное, ямка глубокая для рыбы хорошо. Ну, в общем, работы – непочатый край. Поэтому буду какое-то время здесь заниматься работой. Но на выходные буду обязательно ходить в землянку. И там тоже восстанавливать ее. Да, и огородник с меня вообще так себе. Максимум, что я могу там скажут, копать от сих до сих. Или там потыкать картошку. Но всех этих нюансов я абсолютно не знаю. Поэтому с вашей помощью, я думаю, я справлюсь. Огород сильно большой, вес я его не буду рассаживать. Потому что у меня попросту времени на все не хватит. Потому что много чем нужно заниматься. Кстати, Юра предлагал мне помочь в плане… У него есть, как называется, такой мини-тракторец дизельный, чтобы перекопать здесь все, перебить. Но я сказал, сначала думал, что стоит. А потом, я-то не понимаю, где здесь, где-то лучок или чесночок. Вот. Там еще что-то, может быть, растет. Я не сильно разбираюсь, что там на зиму еще садят, кроме лука и чеснока. Может, еще что-то посажено. В общем, не хочется все это перекопать. В общем, я уже в этом году, так, вручную, где надо, сделаю грядки. Посажу что-то по минимуму. И буду делать акцент не на количество, а на качество. То есть, несколько там кустов, десяток кустов помидоров, например. Но за ними, чтобы был хороший уход, чтобы я успевал все. А если засадить весь огород, то я вообще ничем не буду успевать больше заниматься. Только на огород все время будут уходить. Да, я забыл рассказать, что история с пожаром имеет продолжение. Пожарники остановили огонь примерно посредине пруда. И там трава полностью везде выгорела. А до этой стороны огонь не дошел. И через несколько дней после пожара ветер поменялся и начал дуть в противоположную сторону. Причем тоже такой сильный ветер. Я решил, почему бы мне самому не подпалить и не спалить эту сухую траву. И камыш, возможно, бы мог сгореть, чтобы меньше было с ним мороки при очистке пруда. Я так помыслил. Ветер в ту сторону. Там все уже выжжено. В общем-то и до соседей там очень далеко. Можно сказать, с той стороны соседей нет. И думаю, огонь-то не распространится, потому что там уже все выгорело. Ну и подпалил. Но на всякий случай взял с собой ведро. Вода рядом в пруду. Вот. Не зря взял. Ветер хоть и дул в ту сторону, но в какой-то момент он как назло выключился. Практически полностью. Трава сухая, было солнышко. И начал распространяться огонь вот в ту сторону. А там-то люди живут. Ох, я набегался с этим ведром 20-литровым. Хватал его как пушинку. Тушил, чтобы не перешло на ту сторону. В общем, камыш так и не загорелся. Но побегать меня сам себя я заставил поупражняться. Не знаю сколько. Ну раз 20, наверное, точно. Не меньше бегал я с этим огромным ведром, чтобы все потушить. Но все обошлось. Как раз сейчас покажу канальчик, который... Вот он прямо возле пруда. Вот пруд. Вот здесь у меня была прокопана труба, по которой я качал воду в пруд. Вот вся выгоревшая трава. Вот свежая, уже зелененькая растет. Вот здесь стояла пожарная машина тоже. Заливала, тушила. Ну а вот, собственно, этот канальчик. Он весь в рязке. Наверное, неплохо было бы завести уточек каких-нибудь. Они рязку любят. Здесь появился бобер недавно. Вот видно по дереву. Дерево было живое. Сейчас засохла. Вот там его нора. Он постоянно бегал в пруд. Бобры вроде как рыбу не едят. Не знаю, что он там делал. Тоже там какие-то строил себе хатки. Но бобер-то ладно. Норку я часто видел. И не единожды на рыбалке замечал, как норка тягает рыбу у рыбаков. Причем она может в разы больше себя по массе и по размеру эту рыбу взять, утащить и съесть. И самая большая проблема была для меня, что я находил вокруг пруда обычно, ну, зимой. Зимой им проще добыть эту рыбу. Рыба такая, как в анабиозе, спящая, особенно карповая. Щука, может быть, она еще такая относительно активная. А вот карпы могут быть совсем такие сонные. И они их безбожно вылавливали. Просто каждый день я находил где-то на берегу. От рыбы оставались только вот такие вот чешуины. Только крупные рыбы. Мелкую вообще они почему-то даже им лень, наверное, было гоняться за мелкой. А крупных огромное количество. То есть они почти все по голове выбили. Не знаю, кто именно, норки. Но отец говорит, что видел выдру. Я, если честно, вживую выдру ни разу не видел. Их у нас, наверное, не так много, как в другой живности. Но рак очень часто там и других каких-то зверушек. Я же не охотник, поэтому не особо в них разбираюсь. Поэтому вот с этим тоже нужно будет как-то побороться. В общем, еще раз повторюсь. Дело не в проворот. Работы много. И я ее буду делать. Я все-таки решил, что новому каналу «Усадьба рыболова» быть. Всем спасибо, кто поддержал меня в этом начинании. Ссылку на канал оставлю в верхнем углу экрана и внизу в описании под видео. Всем, кому нравится эта тема, заходите по ссылке, подписывайтесь. Ну а старый канал я забрасывать тоже не собираюсь. Постараюсь почаще выбираться в землянку, на рыбалке. Ну и на этом буду с вами прощаться. Всем мира, добра и до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок